Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии господин Василий Тарлев. Фамилия говорит о многом. Это премьер-министр бывшей Молдовы, который руководил нашей страной почти без месяца. Восемь лет. Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем сразу или постепенно. Как вам удобно, Садоваясь. Очень простой вопрос. Что сейчас происходит в экономике Республики Молдова? Хороший вопрос. Вроде бы простой, но ответ не простой. Ответ сложный. К большому сожалению, но в экономике Молдовы происходит непонятный для многих бизнесменов или специалистов в отрасли. Происходит то, что приведет, наверное, к краху экономической ситуации страны. Ситуация, если вкратце, то она очень сложная. К большому сожалению, сокращаются объемы производства и к огромному сожалению, торговый баланс страны, то есть импорт-экспорт, достиг такой уровень, что хуже уже некуда. Такого не было и в 90-е годы. То есть с каждым годом, особенно за последние годы, растет объем импорта, а объем экспорта снижается. То есть объем производства или экономика Молдовы, к сожалению, превращает страну из бывшей страны производителя и экспортера, просто превращает страну к импортера и просто, скажем, рынок потребительный. Я перебью вас и расскажу нашим зрителям о том, что это так простым языком сказано. Это очень просто. Мы фактически, зарабатывая деньги где-либо за границей Республики Молдова, тратим их здесь, содержа Западную Европу и так далее и тому подобное. Нам завозят, мы покупаем, а ничего не возят и у нас ничего не покупают. Так получается. Мы, в принципе, так и получаем. То есть даже ту покупательскую способность, даже те деньги, которые получают наши граждане, будь они пенсионеры или просто гастробайтеры, как у нас привыкли называть наших сограждан, которые уехали за рубежом, или другие доходы. Мы просто-напросто на рынке покупаем продукты другого государства, импортируем, которые мы таким образом поддерживаем производителей других стран. Они процветают, а мы, к сожалению, копаем и копаем яму, скажем, нашего государства, которым, в принципе, это никуда. Перебью опять. Мы не копаем. Народ не может копать под себя, правда? Согласен. У нас есть правительство, у нас есть премьер-министр. Я, например, задам вам смешной вопрос. Вы, наверное, подумаете, какой он простой, этот Сергей, который задает вопрос. Скажите, пожалуйста, обладая определенным опытом в руководстве страной, будучи премьер-министром, скажите, пожалуйста, вам звонят, советуются в чем-то, хотя бы по каким-то вопросам. Я честно вам скажу, что, к большому сожалению, нет. С момента, когда я ушел из должности премьер-министра, ни один премьер-министр, действующий, после моего ухода, к сожалению, не позвонил, не пригласил, не спросил и не посоветовался. А с другой стороны, я смотрю и наблюдаю за ними, что они пытаются говорить, и иной раз даже не то, что стыдно, но обидно, как дурят людей, то есть пытаются изобретать велосипед. Я считаю, что это плохая практика. Было бы очень хорошо, если действующий президент пригласил бывших президентов, какие бы они ни были, но это бывшие президенты нашего государства. Действующий премьер пригласил бывших премьер-министров и по каким-то вопросам, которые он считает нужным, просто-напросто посоветоваться и услышать мнение. То есть людей, которые имеют опыт, которые имеют связи, не безразличные к нашему молдавскому государству. Принять решение, конечно, ему надо, ввиду того, что он сегодня в должности возглавляет и несет ответственность. Но советоваться и объединить здоровые силы и опыт они обязаны, к сожалению, нет. Значит, получается так, на сегодняшний день я пришел во власть и не хочу из нее уходить по одной причине. Хочу быть у власти. В дальнейшем, ну рассуждение, сказанное вами, может быть из-за того, что премьер-министры, да, бывшие, которые были до этого, они участвуют в каких-то политических организациях, и это основа первой причины не приглашать. Не думаю. В принципе, желание быть у власти, у некоторых людей, мы понимаем ее и можем понять. Но держаться любой ценой, когда ты говоришь хорошо у телевизора, красивыми умными словами, а люди тебя не понимают, или ты говоришь, что у тебя все теоретически растет, все процветает, а люди просто-напросто нечем покупать хлеб или некуда продать свою продукцию или что-то другое, это его желание или желание того политика просто-напросто нереализуемое. Во многих странах мира бывшие министры, премьер-министры, президенты, уходя даже с должности, они являются членами какой-то партии. Ну и что? Ну они собираются, где идет речь о национальном интересе. Внутри здесь можно друг на друга что-то валить, то есть говорить о чем-то, да, или критиковать. Потому что критиковать это легче, да, чем делать что-то. Но это всегда было легче. Но где идет речь о национальном интересе, где идет речь о развитии, правильном развитии государства, они обязаны. И другое, каждый из них, любой какой бы должность он не занял, должен понять одно. То есть простую вещь, как вы говорите. Мы как люди на этой земле временные, а в должностях еще короче. Уходя, рано или просто, ты уйдешь, уходя надо оставить место для здравствуйте, для добрый день. И как ты действуешь с теми, которые были у власти, с тобой может быть и хуже. Ну так всегда и происходит. А простым словом, то есть народным словом, можно сказать так, если ты стреляешь в историю, в прошлом, из пистолета, по тебе будут стрелять из пушек. Если так образно говорить. Но честно вам скажу, ситуация в экономике страны, если мы начали с того вопроса, очень тяжелая, реальный сектор экономики. То есть производители, национальные производители, бизнес, как сегодня принято говорить, бизнес-сообщество, абсолютное большинство не понимает, что творится и почему так творится. Большинство из них заняли выжидательную позицию, то есть ничего не делают. Некоторые, которые наезжают на них, государственные структуры, налоги, налоговая инспекция и другие контролирующие органы, просто-напросто или объявляют банкрот и уходят, или просто закрывают, оставляют бизнес и уходят в другой стране. До лучших времен. Поскольку мне, вот я сегодня занимаю должность как президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы. Но уже не первый год. И не первый год. Нет, тогда с 95-го была Национальная ассоциация товаропроизводителей. Но она как-то плавно переросла. Но в 2009 году, когда я ушел из правительства, к сожалению, то власть, как принято у нас говорить, коммунистическая, то есть руководство тогдашнее, решило просто-напросто разрушить ту ассоциацию бизнесменов. Только от того, что там Тарлев, и с ним надо расплощаться. За что, я не знаю до сих пор. Мы, конечно, судились с ними. Мы имели более 40 заседаний судов разного. Дошли до расширенной коллегии Высшей судебной палаты. Тем не менее, выиграли. Но мы в 2010 году собрались и учредили вот эту новую организацию национального уровня. То, что все равно даже суды, это разрушение какое-то, правда? Ну, определенным, да. Даже страх. Это была команда. Так же страх обычный человек. Но вот к нам приходят наши члены организации, или просто люди-бизнесмены, и говорят, что творится. И почему творится? И куда идем? Просто-напросто ситуация тяжелая. Один из них мне недавно говорит, что достиг определенного успеха и решил пригласить руководство страны разного, да, пригласить гостя к себе, показать, что он сделал. И, может быть, решить какие-то вопросы. Он показал. Это было год назад. И спустя трех месяцев наехали на него контролирующие структуры. И пришли и сказали открытым текстом. Или поделишься 50 на 50 с бизнесом с нами, или просто ты должен уходить. Он не поверил. Но, в конце концов, и предложил 50 на 50. Уже было поздно. Он собрал свое имущество и уехал в соседние государства. На Украине, конечно. В Одессу, там, других странах. То есть ситуация тяжелая. Я не хочу ее усугубить. Но, если даже взять, многие ждали, может быть, после этой засухой, которые говорили, что вроде бы вдруг где-то откуда упало. Нет. Все знали. А почему не приняли меры? То есть с засухой, с кризисом мозгов политиков, финансовой и так далее. Еще хуже стало. И многие ждали разработка и утверждение принятия закона бюджета на будущий год. То есть налоговая политика, а потом бюджет. И когда увидели, как оно было принято и в каком оно качестве было принято, люди просто-напросто отпустили. Зная структуру все-таки формирования правительства, в котором во главе ставится эта команда работающих с вами замов. Вы принимаете стратегическое решение и следите за исполнением своих замов. Я вот в чем-то хочу оправдать. Ну, премьер-министр сегодняшнего, господина Филата, в том, что работая премьер-министром на сегодняшний день, он получил разнопартийные интересы внутри правительства. Особенно первые годы, когда премьер-министр говорит одно, его первый зам говорит другое, и самое интересное, диаметрально противоположное. И не буду перечислять фамилии, все прекрасно знают. Все занимаются сплошным пиаром. При этом, то, что вы говорите, бюджетная политика, а бюджет это все, что мы заработаем в этой республике, мы должны как-то распределить в данном случае. Получается узкопрофильные интересы, но они уже даже не профильные, узкопартийные интересы. По-моему, ваше правительство с этим не сталкивалось. Да, 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 да. Вы член партии были коммунистической? Нет. Я не был членом коммунистической партии никогда в жизни, и не при Советском Союзе, и после Советского Союза, и не сейчас. То есть я членом коммунистической партии не был ни разу, несмотря на то, что мне было предложено, и предложено не один раз, видимо, понимаете. Я думаю, в жесткой форме. И в жесткой, и в любых формах. В любых формах. Но я сказал нет. И я считаю, что правильно сделал. Тогда возвращаемся к тому, что я вот назвал. Что касается правительства, мое личное мнение. Да, важно. Что работать премьер-министром в стране намного больше шансов и вариантов, механизмов для достижения определенной цели для развития государства, когда есть коалиционное правительство, чем просто-напросто утвержденное одним человеком или одной группой какой-то. Я считаю, что у нынешнего правительства намного больше шансов вести переговоры и достичь чего-то, чем у правительств, который, допустим, был избран я. Тогда была партия большинство и один человек президент с его близкой окружением. И как они решили, хоть убеждай, 300 раз. Намного тяжелее было. А в этом, так сказать, корабле, где надо вести переговоры, намного больше шансов. Это я считаю. Намного легче. Вы имеете в виду, причем безговоров. Естественно. Тем более, когда премьер-министр за спиной имеет политическую силу в парламенте. То есть составляющие альянса. Это может быть или есть? У нынешнего премьера есть. Есть. Конечно, есть. Но в парламенте есть партия. Тогда следование действий правительства и также принятие законов, ужесточение. Я остановлюсь на двух. Ужесточение фискальной политики. Априори есть закон. Чем больше давишь, тем меньше платят. Об этом знают. Это не я выдумал, не вы выдумали. Это закручивая легалика. Кто мог лоббировать такие интересы, закрутить до того, что потом, через два месяца или к концу года, до принятия бюджета, который приняли, все-таки признать в том, хотя предупреждали, что поступление от налоговых вопросов будет меньше. По-моему, меньше на миллиард или на полтора. Конечно, я считаю, что ответственность в первую очередь лежит на руководство. То есть политическое руководство государства. Политическое. Для того, чтобы вывести страну из кризиса и дать возможность развитию государства, увеличение налоговой базы страны. Налоговооблагаемой базы. Налоговооблагаемой базы. Это просто глупость. Это глупость. Это волнительный вопрос. Каждый человек, любой ребенок, который понимает что-то в экономике или в целом жизни, он скажет, чем больше налогов, то есть по размерам просит или требует государство, тем меньше она получит. В нынешней ситуации. Есть пример. Наше государство приняло решение в прошлом году, чтобы увеличить акцизы и налоги на импорт машин в стране. Мы не производим машины. Они увидели, сколько машин импортировались через таможню и подумали, если теоретически увеличить несколько раз акцизы и налоги, настолько увеличатся доходы в бюджет. И они увеличили почти в 10 раз. Для того, чтобы поставить на учет новый Mercedes импортированный, люди говорят, что надо было оплатить от 5 до 15 тысяч евро. Законно. Законно будем. А в Тирасполе, в Приднестровье, для того, чтобы поставить учет, надо оплатить не более 1 тысячи долларов. А люди не знают, что те, которые не у власти, они дураки. Они тоже понимают и быстро находят выход из ситуации. И что получается, что говорят эксперты? За 7 месяцев этого года с такой увеличением резкой налоги на импорт машин в бюджет страны получили в 10 раз меньше, чем за этот период прошлого года, а в Тирасполе увеличилось в 14 раз. Тогда продолжим эту тему дальше. Зачем? Давайте тоже. Зачем тоже продолжаем эту тему? Деньги констрабайтеров, которые объявили госпожа Булига, вот мы будем создавать комиссии, которые уже ходят по адресам тем, кто получает всю суть помощь. Она копеечная, по-моему. Вы знаете, вообще смешно, если сказать в эфире 10-20 долларов, что они получают. Но если получают за границей, фактически их содержат, значит мы пройдем, посмотрим, если они получают деньги из-за границы, мы лишим ей этой помощи. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, к примеру. Ну, все-таки 8 лет вы примерно месяц работаете. Это очередная глупость. Ну, как же глупость, которая утверждается везде на экране. Так я говорю, это очередная глупость. Как панацель. Понимаете, не надо считать, сколько денег в кармане у пенсионера, или у молодого человека, у студента, или у ребенка, у учащихся. Не надо считать, как он одевается, откуда у него деньги взялись. Но надо создавать условия, чтобы они работали, создавая рабочие места. Для начала. Для начала. И чем больше богатых будут в результате производства и реализации, тем лучше будет для страны. А вы знаете, что у многих детей сегодня, да, есть, допустим, деньги в кармане. Намного больше, чем у других. Но там мама и папа рядом нет. Они где-то в Италии, или там в России, или где-то в других странах. Работает только один бог знает, как и на каких условиях. На арабских. Можно говорить сразу, на арабских. И дает своим близким, чтобы выжить. Но родительское тепло и воспитание ее рядом нет. И ходить сегодня, это просто глупость. Не туда идут. Вроде бы нормальные ребята. Вроде бы неплохие. Вы красиво сейчас сказали, не туда идут. Ну, не туда идут. Вы знаете, скобки раскроете. Потому что адреса здесь есть у нас разные, да? Я хочу сказать, что нынешняя тенденция к ужесточению, затягиванию гаек и так далее, она просто сорвется. Это резьба, да, и будет, конечно, плохо. Придется отвечать за это дело. Да, сегодня было выступление там Панорега, и всех успокоили, значит, о том, что повышение цен на энергоносительное, тепло и так далее не будет. Знаете, что сказала моя жена? Говорит, Сережа, нужно откладывать деньги. Если ездить, то да. Как говорят, не будет повышения, автоматом мы получаем минимум 50-процентное повышение. Ну вот смотрите, Молдова, граждане Молдовы сегодня покупают газ по цене намного выше, чем ряд других стран. В Германии. В Германии, в том числе и во Франции. 535 конечная стоимость долларов до количества потребителей. Почему? А вы посмотрите за последние два года, сколько инвестиций отданы от государства, от правительства, в том числе, бюджетные системы, то есть финансируют на газификации государства. Любой мальчик или ребенок скажет, что имея газифицированное хозяйство дома, намного легче и лучше, чем ходить и делать язык, или там непонятно что-то другое. Или дрова, которые опять же выросли очень сильно в цене, и ни один пенсионер не в состоянии, ни один не в состоянии просто-напросто покупать даже эти дрова. И они говорят, мы не будем давать деньги, я спросил недавно одного чиновника. Говорят, что вы не газифицируете, не заканчиваете процесс газификации государства, создавайте лучшие условия для наших хозяев, для наших мам, для наших сестер, для наших жен. Почему делать? А почему мы должны дать деньги из бюджета, газифицировать страну, и чтобы больше зависели от Газпрома, от России с их газом? Это просто глупость. Вы знаете, разговор тоже, опять же в тему. Вы знаете, в 2014 году мы перестаем быть транспортерами газа, потому что начинается первый этап проводки через, по дну Черного моря. Да. Вопрос, Россия пойдет для того, чтобы ту же ветку задействовать, которая сейчас проходит часть, кусочек, проходит через нашу республику, от которой мы тачим себе газ, по цене 535 до конечного пользователя, да? Давать под давление смысл? Что мы будем делать? Ответ простой. Нет, конечно. Если уйдет транзит через нашу... Тот кусочек транзита. Такой маленький, который есть, и он сокращается, к сожалению, за год в год, но тем не менее мы получаем деньги за транзит, которые просто-напросто компенсируются, или должны компенсироваться определенные затраты, да? Ну, конечно, часть какие. А если уйдет и тот транзит, естественно, затрата на содержание всей этой системы, или трубы, которая идет к конечному потребителю, к Молдове, будет намного больше, и, естественно, кто-то должен платить. Кто-то? Ну, конечно, потребитель. Тогда почему цена такая большая? Сейчас, когда есть? Потому что, видимо, нет нормальной предложения от Молдовы в адрес основного поставщика газа в стране, то есть Газпрома и Российской Федерации. Вы смотрите, уже на протяжении двух лет у нас нет договора на газ. Вот сегодня мы уже начинаем зимний период, то есть на улице уже плюс 5, плюс 10, да? Ожидается вот заморозки, говорят, что в ближайшее время на севере страны будет ночью до минус 5. То есть куда уже, да? То есть уже зима, да? И у нас нет газа, у нас нет договора на поставки газа в Молдавию. Как это понять? Проблем до 30-го. Вот вы говорили, все остальное это чисто политические решения. И еще делается декларация, я читал вот в прессе, ответственные лица государства, которые, они должны отвечать за это дело, не то, что они не выполнили свои обязательства. То есть они получают не заработанную плату, а зря плату, которые не выполнили свои обязательства. То есть не обеспечили энергетическую безопасность государства, не обеспечили нормальное, стабильное обеспечение страной газом и нормальной цене, да? Они говорят, делают декларацию, нам не нужно от Москвы подарок или дешевая цена. Кого вы имеете в виду? Ну, пресса же пишет. Филат этого не говорил. Министр экономики вот сделал. Министр экономики, да. Я читал в прессе, во всяком случае, что мы не ждем от России поблажки или низкую цену. Мы ждем реальную цену. И что дальше? Ну, все ждут. Им не надо ждать, им надо вести переговоры. Даже такие тяжелые межнациональные отношения, предвзятые отношения к Молдове за счет тех действий, которые были приняты главным санитарным врачом Анищенко, да, российским, что отбили нам рынок. Но это было чисто политическое решение, и все это прекрасно знали. Да, это однозначно. И качество вина было хорошее, но знали, в Подмосковье делается левое вино, вьетнамцами клеятся наши... С этикеткой Молдовского. Да, все это... Москва предполагает, все знают. Но получается так, на сегодняшний день, говорит господин министр экономики, за весь народ принимает политическое решение, хотя министр экономики не имеет права просто по лойке принимать такие решения. Он говорит, видимо, от имени правительства. Он является и вице-премьер-министром. Он является министром экономики. Он является сопредседателем межправ комиссии между Молдовой и Россией. То есть, видимо, у него есть полномочия. Понимаете, в политике не надо говорить, не зная, что тебя ждет сзади. Лучше меньше декларировать, а больше делать. И здесь есть вопросы. Слово не воробей, да? Улетел, а не поймаешь. Другой декларацией было другого министра о том, что... Мы еще разберемся с этими инвесторами, которые находятся в Молдове. Кто они такие, с нашей точки зрения, то есть, они говорят, с нашей точки зрения, это те же наши молдаване, просто где-то отмыли деньги и сделали инвестиции. И знаете, все те инвесторы, пусть даже немногие, которые находятся в стране, и СНГ, то есть, Содружество независимых государств, Европа, из других стран, сразу начали звонить и задавать вопросы. А что имел в виду? Мы еле-еле находим деньги и существуем здесь, поскольку раз энергетические, так сказать, цены, цены на энергетических ресурсах, такие высокие, то цена за единицу товара у нас намного, то есть, себестоимость продукции в Молдове намного дороже, чем другие государства, где энергетические цены намного ниже. И еле-еле выживаем, да еще они нас будут пугать и проверять, откуда мы деньги берем. И мы создаем весь в их стране, то есть, в Молдове, мы создаем рабочие места и платим налоги. И сразу же припугнули всех. Был же вопрос. Не знаю, по-моему, когда вы были у власти, я имею в виду премьер-министром, когда вы были, по-моему, в Стате обратился начать решать вопросы. По энергоресурсам, я имею в виду топливного именно сектора, по цене вдвое, втрое, в четверо дешевле сюда можно, он предложил. Да, в 2000, по-моему, в пятом году было предложение от господина Стати о том, чтобы дать Молдове газ из Казахстана намного дешевле. Я его принял на прием. Честно вам скажу, между ним и политическое руководство, тогдашнее руководство партии коммунистов власти, отношение было очень нехорошее. Но, несмотря на это, я его принял на прием, я с ним говорил, я узнал, что он хочет, что он предлагает. И в конце, когда оценили, естественно, цены, которые предлагал он на газ для Молдовы, было намного дешевле, чем мы покупали даже в тот момент от Российской Федерации, то есть от «Газпрома». Но я ушел с должности премьер-министра в 2008 году, мы покупали газ по 160 долларов за тысячу кубических метров. 160. А сегодня? Уже 500. Цифру конечный потребитель. Нет, пишут везде официально 400 долларов, да? Да. 390 даже пишут. Да, 390 пишут. А конечный потребитель почему-то получается 535. Да. Он предложил, на самом деле, хорошую цену. Я его спросил, Анатол, где эта цена может быть? По нашим расчетам, он говорит, в Молдавии. Так давай, мы готовы с тобой заключить договор. Он говорит, я не могу, ввиду того, что не могу транспортировать до Молдовы. То есть транспортирующая сеть, это собственность «Газпрома». Так я ему говорю, иди договорись с «Газпромом», делай транзит и привози газ. Приведешь ты на границе молдавской, украинской, в трубе газ по такой цене, мы у тебя берем. Мы договоримся с нашими коллегами, с нашими друзьями в Москве и в «Газпроме». Он сказал, что не может этот решить вопрос. Я организовал встречу его в «Газпроме», я его привел к руководству «Газпрома», познакомил и сказал, что нам это интересно, мы хотим работать. Что произошло после этого, я не в курсе, но в принципе этого газа и не было. Потом я услышал, что было письмо президента, президенту Казахстана, что это никакой, вот такой. Да, и как раз тогда, по-моему, Анатол Стати имел отношение, дочерние его компании купили какую-то часть, участвовали долю в трубе, ну, в транспортировке газа. По-моему, договоренность была, и затем то письмо знаменитое. Я не могу сегодня, честно вам скажу, утвердить то, что у него уже договоренность была на руки. У нас в правительстве такая информация не была. Но то, что последовало, я видел это письмо уже, я же был приглашен в Центре по борьбе с экономическим преступлением по этому вопросу, о том, чтобы ознакомиться об этом вопросе. Вы же знаете, что господин Стати подал суд на Воронина лично, что он нанес огромный ущерб, потери его компании и так далее на несколько десяток миллионов. Ну, я как премьер-министр бывший был приглашен дать информацию, о чем идет речь. Я познакомился, но, честно вам скажу, я не видел письмо или договор или подтверждение о том, что у него была договоренность с Российской Федерацией о транзите газа из Казахстана, когда у него было, до Молдовы. Но само по себе вот это письмо президента страны, твоей страны, в адрес твоего гражданина, ныне в данной ситуации господин Асадь. Стати, подписывать письмо, отправлять какому-то другому государству, сказать, что это вор, это никакой, это неприятно. Мне было очень неприятно читать и видеть то, что мне показали. К сожалению, но это ситуация такова. Ну, к сожалению, всего достойно. Все-таки, видя, что происходит в правительстве, я, как обычный человек, обычный гражданин нашей страны, я желаю платить меньше за газ, за свет и так далее, тому подобное. Потому что мы выезжая и показывая для интереса счета в Украине, да, или показывая в России и переводя их в доллары, они говорят, как вы живете. Ведь это правда. Понимаете, некоторые люди готовы платить и дорогую цену за газ, если им позволит карман. Если у них будет рабочие места, у них заработные платы не будет жалкие, как сегодня, да, но будут в несколько раз выше, и оплата за газ и за электроэнергии, она будет просто небольшой частью, но принята во всем мире, если в стране, то есть показатель, если в стране нормальное благосостояние, то из личных доходов гражданина или предприятий расходы на оплату энергетических ресурсов, то есть газ, вода, коммунальные услуги и электроэнергии, должно быть не более 15-20%. Да, 20% это уже много. Вообще экономически звучит. Это максимум, да, а в принципе нормально это до 7-8%. 7-8% априори это самое нормальное. Конечно, и декларировать, что нам не нужны поблажки, там и дешевые цены, и им может быть не нужны, но целой стране, я был недавно в определенных районах нашего государства, и в газифицированном селе 90% минимум все отключились от газа, имея сети, имея все, и люди просто-напросто бегают и ищут дрова, уголь или что-то другое. Я говорю, почему? Просто-напросто нет денег. На такую цену люди не могут выдержать. Естественно, это обязанность руководства страны, то есть правительства, парламента, руководства в целом страны, то есть прямое обязательство на благосостояние народа. Если ты не можешь обеспечить большую пенсию, большую стипендию или большую заработную плату, рабочие места всем хорошие, высокооплачиваемые, значит, ты должен найти дешевые энергоносители, то есть дешевый газ, дешевая электроэнергия или что-то другое принести им. Вот я имел недавно заседание с бизнесменом, и большинство из руководителей разных предприятий, они спрашивают у меня, господин Тарлев, что нам ожидать? Мы не знаем, вот зима уже пришла, и мы не знаем, будет иметь национальная экономика газ с 1 января 2013 года, или будет. Но нам ничего не говорят, может быть, нам надо закупать другую альтернативную, допустим, мазут, к примеру. То есть люди готовы вернуться к мазуту, но они не информированы и никакой ясности не имеют. Вот сегодня продлен договор до 30 декабря, что дальше? Что дальше? Вот вы знаете, что дальше? Вы знаете, я могу тоже мрачно строить планы, вот вы сказали деревню, они отключили, они ищут где-то, но где-то нашли они там от животных, высушили кизят, топили. И животных нет уже. Да, и животных нет, вот, последних забивают сейчас. Проблема, конечно, сельское хозяйство, я трогать не буду, потому что все-таки слишком больной вопрос, потому что ввозится, вы же в начале передачи вот сказали, нам в основном, что один импорт, мясо и так далее. Но город Кишинев, здесь пенсионеры с их нищенскими пенсиями, у них получается, вот вы говорите, нормальная зарплата, там до 20% платят, да, люди работающие. А пенсионеры, которые находятся фактически на пенсиях, они же платят 80%. Это просто глупо, это просто уничтожение. Значит, эту зиму приживут только те, кто будут помогать детям, например. В лучшем случае, да. Как они выживают? В лучшем случае, да. Но бросают, народ бросает. Понимаете, в чем дело? Разговор в обществе очень интересный, говорят. Если так зажимают гайки, зажимают гайки в полном смысле этого слова, потому что есть причина, названная вами. Одна из причин. Нам бороться, во-первых, не с чем, это плавно прихожу к другой теме, бороться не с чем, пакуем чемоданы и быстренько за границу. Сейчас ищут, продадим, как ездят. А может быть, что есть бороться, если все упакуем, может кто-то заинтересован упаковать чемоданы, чем меньше останутся, тем лучше для них? Теперь, дорогие друзья телезрители, я скажу, на сегодняшний день, господин Тарлев, сопредседатель партии, недавно зарегистрированных, Возрождение. Вот к чему я плавненько вас подвожу. Политика. Вы обожглись на молоке, участвую. С теми иными лицами не буду перечислять в выборах. Они прошли неудачно. За счет чего история покажет. Планы на сегодня. Я к этому просто добавлю то, что вы говорили, или мы говорили об экономике. Я встретился с соответственными лицами нашего государства по вопросу экономики. И задал вопрос. Уважаемые господа, вы же понимаете, что без нормальной реальной поддержки и привлекательных условий местного товаропроизводителя у нас будущего нет. И надо снизить налоги. Надо, и я предложил конкретный план. Где надо снизить, что надо делать для поддержки. Заработает система. В один момент начал улыбаться. Я вначале не понял, почему. А он говорит, а зачем? Делать богатыми, вот разными бизнесменами. Стать богачами эти. А потом ходить за ними и просить деньги на спонсорство якобы, на поддержку партии. Не лучше бы. Мы поставили их на колени. Мы создадим систему на таможне. И все будет импортировано. И там поставим свою, так сказать, ставку. И все будет нормально. То есть я после этого просто-напросто потерял до речи. Поблагодарил за встречу и ушел. Вот мышление определенных лиц. Я после ухода из правительства попробовал в политику изменить ситуацию. Но я знаю, что тот политический проект, с которым я пошел, несмотря на то, что он и в истории сейчас, с Центрическим союзом Молдовы, я точно знаю, что выборы в 2009 году были фальсифицированы. С чьей стороны? Партия власти. С руководства страны. На тот момент? На тот момент. Нынешние составы Альянса, они пришли у власти и сказали, что мы разберемся. Они тоже говорили о фальсификации, они знали. Но пришли и ничего не сделали. Ладно, им придется отвечать за это. Но я тогда сделал шаг назад. Нет, значит, я пошел в экономику. Я защитил свою докторскую диссертацию в Киеве. Доктор Хаббелитат являюсь. Поздравляю. Спасибо большое. Ряд экономических проектов, инвестиционных проектов. К сожалению, не все прошли в Молдову, к большому сожалению. Я начал инвестировать в других странах. Но, конечно, не безразличны к Молдове. Естественно, это моя родина. Это мое место, где я родился. Я обязан заботиться. А можно понять, какую страну? В Румынии? Нет, не в Румынии, нет. Я больше работаю в других странах, но не в Румынии. Да, несмотря на то, что в Румынии имею друзей, и очень близких, хороших друзей имею. Но я там не инвестирую. Я уточнил. Не инвестирую. И особенно за последний год очень много людей начали приходить ко мне убеждать в том, чтобы я вернулся в политике и сделал все возможное для того, чтобы объединить здравомыслящую команду и повлиять на изменения мышления и политический строй Молдовы. Я в начале это воспринимал не совсем хорошо. Но когда я пришел с иностранными инвесторами и предложил большие инвестиции для Молдовы, миллиард четыреста миллионов долларов, и начали даже меня с опытом, со связями, с реальными предложениями, начали вводить по кабинетам и не решили. И я сказал, что просто-напросто быть безразличным невозможно. Поэтому я свесил все за и против и дал на это согласие. Но приняли такое решение. Имея уже опыт, когда берешь карликовую партию, никакую, и начинаешь ее строить, строишь, и некоторые, которые вообще сидели и ничего не понимали, начали поднимать нос и дихтовать ситуацию, мы приняли решение не взять на себя какие-то обязательства других, скажем, партий, а создать новую партию. Многие из тех, которые пришли и предложили, говорили, господин премьер-министр, согласно протоколу они мне так и говорят. Сегодня многие говорят, люди уже начали понимать, вот как было при правительстве с вами, то есть Тарлевым, что было после вас. И обычно все познается в сравнении. И если сравнить, что было в 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годах особенно, и сравнить сегодняшние, конечно, это три разные вещи, как говорят в Одессе. Значит, у вас сейчас цель, грядущие выборы подготовиться в полном объеме и постараться набрать то количество голосов, которые вам позволят решать что-либо в этом государстве. Естественно, мы проанализировали, то есть я, имея опыта, я не могу просто-напросто принять какие-то предложения, я должен проанализировать. Мы проанализировали ситуацию и в Молдавии сегодня образовалась вот такая ситуация. То есть есть часть людей, которые симпатизируют еще коммунистам, но она идет в резком спаде, разочарованном. Есть часть людей, которые симпатизируют партии Альянса, несмотря на то, что они говорят, что три партии разные, но электораты их рассматривают как один и целый, то есть Альянс. Но симпатизанты Альянса тоже в спаде, есть люди, которые разочаровались и в одних, и в других, они не безразличны, но ждут новую команду, то есть третью силу. И мы хотим предложить, вот мы создали партию альтернативную, не нравится вам, разочаровались вы в коммунистах, разочаровались в Альянсе, не нравится, как идут дела. Вот мы идем с новой командой, с опытными людьми, с новым программой, как альтернативную программу, для того, чтобы получить, так сказать, поддержку и повлиять на улучшение состояния дел в стране. Мы это знаем как. То, что вы сейчас назвали, претендует несколько партий. Несколько. Вы здесь со мной согласитесь. Они нам не конкуренты, в принципе. Хотя я считаю, для того, чтобы добиться, можно и с чертом договориться. Как у нас все-таки альянс, который сейчас находится в фактической власти. Договороспособным надо быть, но с чертом нет. Ну, это поговорочка такая. Значит, получается так. Претендует именно на эту часть электората энное количество лидеров. Может быть. Вы считаете, что все-таки эти годы, а лет осталось мало до следующего выбора, считать на пальцах можно. Вы все-таки постараетесь показать себя. Я считаю, что все те, которые разочаровались в нынешней ситуации, в нынешних политических партиях, мы должны сесть, договориться и объединить в единую силу, в единую команду. Очень много политиков нынешних, которые понимают, что люди разочаровались в них. И разочарование, процесс идет дальше, развивается. Они пытаются финансировать и подталкивать на создание новых каких-то партий. И им это выгодно. Разделяй и властвуй. То есть, чем больше маленьких партий кто-то создаст, тем лучше для них. А в конце эти не пройдут 10, 20 или 30, не пройдут порог, то есть 3-х процентный, который есть сегодня. И все эти проценты просто они поделят между собой, те, которые пройдут. Ну, это понятно, это всегда делается. Чтобы не попасть в их закон, в их сеть, то, конечно, мы будем вести переговор о том, чтобы не быть пылесосом, извините за выражение, но собрать здравомыслящих политиков, авторитетно собрать и создать единую силу. Вот как сделала Грузия, да? Пошли на выборы и сделали единую национальную там или оппозиционную силу, да? И вот они выиграли выборы. Вы понимаете, что путь Молдовы, я бы скажу, опять же, извините, что я сказал, понимаете ли? Но Грузия, это совсем другой менталитет. Я сказал в принципе, я сказал в принципе. В Молдове не преследуются принципы, в первую очередь, потому что сейчас, наблюдая, коммунистическая партия подняла на пик власти вас, господина Лупу, да? Единственное из всех это два человека, Филат и господин Гимпу, которые не вышли из рядов коммунистической партии. Но Филат был коммунистом, был членом партии коммунистом. Кто не был? Я вам скажу так, что вы из немногих, вот вы, да, служили в армии советской? Служил, да. Свои два года. И господин Филат. Чуть и больше. И господин Филат. Я имею в виду, кто стоит сейчас именно на тех должностях. Да. Господин Гимпу тоже служил в советской армии? Слышал. Ну, так что, танкистом был? Это все знают. Понимаете, в чем дело? Вот здесь тенденция, это та, что произошла. Ведь вас создала коммунистическая партия. Я имею в виду, но господин Лупов все-таки, он председатель парламента у нас. Несколько создали, сколько дали возможность работать. Но они проявить себя. Я это оцениваю высоко. Я и сейчас говорю, что в рядах коммунистической партии, Молдовы, в том составе, когда я работал премьеристом, было очень много хороших, здравомыслящих людей, которым можно было работать. Они жили в реальном мире. К сожалению, сегодня их намного меньше, и тысячи людей ушли здравомыслящие оттуда, потому что видят, что они идут никуда. И коммунисты сегодня критикуют Альянс. Я смотрю на них, аж смех берет. Почему ты критикуешь Альянс, если Альянс сегодняшний стал у власти благодаря твоих ошибок? То есть нынешний Альянс стал у власти, это последствия ошибок коммунистической партии, то есть руководства коммунистической партии. А какие вы считаете ошибки? В первую очередь, кадровые ошибки. В кадровой политике. В кадровой политике. То, что было сделано в кадровой политике за последние годы их управления, особенно начиная с 2006-2007 года, это было одно из самых плохих или глупых решений. Самые большие ошибки. Второе, клановые, борьба внутри, третье, обогащение ряд группировок. И это, естественно, на фоне вот этого и создали нынешний Альянс. Что ты критикуешь, если у тебя было все в руках, и ты просто-напросто породил их? Ты должен сегодня молчать, взять чемодан, иди на пенсии, если ты пенсионер, и дай возможность другим. Или просто-напросто не мешай людям. Я, по-моему, слышал, какой вам интересный ультиматум поставил господин Воронин. Будучи, по-моему, в Гагаузе, там так конкретно, везде, даже в Википедии написано, угроза господину Тарлеву, когда вы пошли на выборы. Да. Они, к сожалению, для них и для страны, они воспринимали меня как главного конкурента. И начали душить. И вы смотрите, когда начали объявлять результаты выборов в 2009 году, по результатам пересчет бюллетеней 0,8% нашей команды, как зафиксировали на табло 2,8%, так и было до конца. Обычно и поднимается, и снижается. Это было так у них принято. «Закладывай протоколы, сколько есть, а там покажут, сколько надо». И сделали, что нужно. К большому сожалению. Я сторонник нейтрального взгляда на ситуацию. Я тоже. В данном случае коммунистическая партия – это сила. Когда она упадет, ждут все. Правда? Ну, она уже распадается. Ну, распадается. Не так, как, наверное, желали там противники политические этой партии. Скажите, пожалуйста, те люди, которые здравомыслящими вы назвали, есть гарантия, что они к вам придут? Или будет так же, как говорят все политики? Самое интересное – друг по другу. Покупают за 5 ле одного, покупают за 5 ле другого. Вот финансирование ваша партия получает извне? Мы с подкупом, так называемым, сторонником каких-то других партий, мы не будем заниматься. Да, мы будем финансировать наш политический проект, мы будем открытыми для диалога, мы будем договороспособными. Со всеми? Со всеми теми, которые разделяют наш принцип. То есть принцип нашей новой партии, партии Возрождения, на русском, на молдавском Ренаштере, будет такой. Для нас есть принципиальные позиции. Суверенитет, развитие и сохранение суверенитета Молдовы. Государственность нашей страны, территориальная целостность государства и благосостояние народа. То есть мы за то, чтобы Молдова развивалась, чтобы она была благополучной страной и дала уверенность завтрашним дне нашему народу. Особенно молодежи заботиться о нашем старшем поколении, имеется в виду наших родителей, отцов, дедов, имеется в виду пенсионеров. Несмотря с какой, скажем, министерством вышел, из силовых структур или просто труженик из села. То есть если мы увидим, что политические партии, наши коллеги, пусть даже и оппоненты, придержатся именно такой ситуации, мы, естественно, будем договороспособны. Мы категорически против разрушения молдавского государства и присоединения непонятно к кому. Какое бы ни ни было, мы хотим, мы молдаване, я когда говорю о молдаване, я говорю, мы граждане Молдовы. Все граждане Молдовы, не зирая на национальность, это молдаване. И те, которые пытаются поливать бензин в огонь или поругать на межнациональной, так сказать, почве, это просто разрушители, это просто враги нашего государства. Значит, мы пришли к тому, что я хотел, ну, чуть позже спросить вас, ситуация, которая происходит у нас, начиная с начала года, до последних событий, которые у нас были, в ваши отношения, патриотическим силам, Молдовы, те, кто ратуют за воссоединение с матерью Румынией, да? Мы хотим говорить о том, что вы все равно должны принять какую-то гражданскую позицию, правильно? Я четко говорю. Политик, вы должны, вы четко наблюдали это со стороны. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Я считаю, что любые движения о разрушении или о ликвидации молдавского государственности, я считаю, что это враги народа, то есть нашего государства. Это громко, я так говорю. Да, по-другому нельзя. Так. Я, еще раз говорю, я гражданин Молдовы, я здесь родился, я являюсь патриотом моего государства молдавского, и я хочу быть гражданином, полноценным гражданином моего государства. А те, которые пытаются свергнуть или ликвидировать, быть ликвидатором молдавского государства, естественно, они должны быть наказаны. Они должны быть наказаны. Ни в одной стране мира не найдешь организацию, которая в самом уставе своем имеет именно прописано, черную по белому, что они будут ратовать на ликвидации государства и присоединении какого-то другого государства. Я хочу четко сказать мою позицию, мы категорически против этого. Еще раз говорю, мы за государственность, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Мы не будем воевать, мы не предусматриваем войну и не объявлять войну какому-то другому государству. Румыния наш сосед, более чем сосед. У нас есть и общая культура, у нас есть очень многие, так сказать, которые нас ближают, но не более. Мы соседи, мы должны дружить с соседями. Как говорят на молдавском, фрати-фрати, да брызай-кубань. То есть мы должны дружить. Перейду деньги деньгами, а брызай за деньги. То есть брат брату, а брызай за деньги. Другое, Украина. Очень много украинцев мы имеем в Молдове, очень много молдаван мы имеем на Украине. Никто не собирается объявлять войну. Молдова имеет очень хорошее географическое расположение между Западом и Востоком. Она должна быть мостом между Западом и Востоком. И созданы такие условия привлекательные, чтобы сюда инвестировали и Запад, и Восток. И дружить нормально с ними. А те, которые просто ходят и за три копейки или за доллар. Значит, вы допускаете мысль, что все патриотические силы, которые сейчас находятся, да, на левом фланге фактически. Да. И вы тоже. На левоцентристском фланге в основном. Левоцентристский фланг, но это государственник. Да, естественно. Потому что пока название есть Молдова, значит это есть Молдова. Когда будет название Румыния, она будет Румыния. Я думаю, что... Вы сможете договориться со своими оппонентами с коммунистической партией. Ну, понимаете... В определенных вопросах именно для защиты государства. Мы предрасположены к этому. Мы договороспособными. Но я наблюдаю за нынешнее руководство коммунистической партии. Особенности, да. И они доказали своими действиями, что они не договороспособны. Почему? Не знаю почему. Они считают, что это мы. Мы большие, мы сильные, а все остальные никто. Поскольку будет у руководства коммунистической партии такая позиция, что это мы, а остальные никто, естественно, с ними договариваться никто не будет. Со всеми остальными патриотическими силами. Они договороспособными. И я думаю, что можно договориться. Без проблем. Значит, вы считаете, что если станет вопрос о государственности, существовании самого государства, все силы, стоящие на левоцентрических позициях государственников Республики Молдова, вы сможете договориться? Я уверен, что... Здесь придется договориться? Я уверен, что можно договориться. Идет речь о национальном интересе. Идет речь о будущем нашего государства. О сохранении государства фактически. Я, к примеру, не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы превратить из независимую страну какую-то область или район какого-то государства. Какой бы она ни была. Надо быть просто глупым. По любым названиям, да? По любым названиям. Надо быть просто глупым. И предателем. Ты войдешь в историю как предатель молдавского народа или молдавского государства. Они входят как герои. Вы знаете? Ну, это на очень короткий период времени. Это нужно с господином Степанюком поговорить. Все-таки у нас историк. Поэтому можно было бы... Он государственник. Он на правильной позиции. Поэтому господин Степанюк на правильной позиции. Я думаю, что мы и с ним найдем точку соприкосновения, объединить дивидендную команду. Поговорите, встретитесь, найдете точки соприкосновения. И думаю, что все равно цель создания партии и ваше вхождение туда, это все-таки цель пройти к власти. Я хочу сказать вам, что мы говорим о новой партии, которую мы создали до возрождения. Я являюсь сопредседателем этой партии. И мы за очень короткий период времени с господином Мишиным, мы с командой создали хорошие, так сказать, структуры. Мы практически за полтора месяца, скажем, грубо два месяца, мы собрали около 8 тысяч заявлений. Не просто список сочувствующих или поддерживающих, а собственноручные заявления о вступлении в новой партии. И мы 15 сентября провели съезд партии, мы создали партию новую, что непонятно мне, почему это происходит, но целый месяц до последней минуты держали документы в Министерство юстиции, не регистрировали партии, не хотели регистрироваться. Почему? Значит, кто-то опасается чего-то, кто-то боится конкуренции или чего-то другое. Но тем не менее мы сегодня законно, мы имеем сертификат регистрации, мы занимаемся структуризацией партии. Уже в большинство районах мы уже создали структуру свои, люди идут и идут, этот процесс постоянно, и нас это радует. Очень много молодежи, очень много здравомыслящих людей, которые приходят, активные люди, которые не безразличны к нашему государству. И говорят, мы хотим быть в ваших рядах, мы хотим быть единой командой. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем гражданам Республики Молдова. Где бы они ни жили, невзирая на национальности, невзирая на цвет кожи, ни на что. Если они не безразличны к будущему нашему государству, приходите к нам, приходите в наших рядах. Мы договоримся и объединим здоровые силы, те, которые смогут быть советниками в примарии, то есть в селах, те, которые станут примарями или сегодняшние примарии, которые не находят общий язык с кем-то или мешают им работать. Мы принимаем их и мы будем помогать и созидать. Которые они будут будущими руководителями нашего государства. Основная ставка на молодежь. Дай бог, мы должны просто надеяться на то, что наша молодежь, которая сейчас в массовом порядке выезжает за пределы Республики Молдова, дай их, к сожалению, не получать образование, чтобы возвратиться обратно. Вы посмотрите, что творится в демографической ситуации. Я сейчас прохожу к этой теме. Госпожа Булига, я не могу говорить плохо или хорошо, я могу констатировать факты. Все действия ее направлены на то, чтобы выгнать более количество людей из Молдовы. Косвенно выгнать. Я, госпожу Булига, знаю давно. Вот поэтому я вам задал вопрос. И я разочарован в такой декларации, такими действиями. Но я не думаю, что это ее инициатива или она ее придумала. Если она выполняет чей-то заказ и ее руками хотят дойти до этой цели, я сегодня могу сказать, и госпожа министр, вы не на правильном пути. И это закончится не совсем хорошо. То есть я ее знаю как здравомыслящего человека, позитивного. А кто ее, так сказать, сбил с этого толка или заставил? А чем заставить можно? Ну, есть разные. Ну, так расскажите мне. Есть политические решения, которые обязаны. обязаны выполнить. Есть дисциплинарные, допустим, в команде, в правительстве или где-то в Альянсе приняли какое-то решение. И она как министр ставит ей условия. Или ты выполняешь, или мы тебя убираем. Мы же свои цели достигли. Сейчас же у ветеранов труда, войны у всех на слуху. Не господин Филат. Не господин Лазар. Ну, я тоже. Булига. Она сейчас как бы превысила свой рентик. Кто-то или ей подсказал, или кто-то сбил с толка. Если она на самом деле пойдет и дальше по такому пути, конечно... Уже достаточно сделано. Ну, еще никогда не поздно разобраться и поправить ситуацию. Потому что чем дальше пойдет по такому пути, тем хуже будет. И для страны в целом. А что, еще хуже может быть? Еще хуже может быть? Конечно. Мы убедились, что можно. Вот иной раз собираемся, говорим, да хуже некуда. И просыпаешься на второй день или на третий через месяц еще хуже. Поэтому никогда не поздно просто осознать, принять правильное решение и решить правильное управление. Я недавно встретился с группой ветеранов, пенсионеров. И мы заговорили в том числе и об пенсии и все остальное. Но я посмотрел, что они все такие, так сказать, напуганные, все такие, ну, недовольные ситуации. И я их спрашиваю, а почему вы недовольные? Хотел узнать их мнение. Я-то понимаю и знаю, потому что живу их жизни тоже. Они сказали четко. Смотрите, если мы в прошлом году, имея пенсию, которую мы имели, мы могли купить 10 буханных хлеба, к примеру, то в этом году за эту же пенсию, которую нам индексировали на 5 ле или на сколько там индексировали в среднем, мы можем не 10 буханных купить, а только 5 или 6. И нам с экрана телевизора говорят, они живут прекрасно и хорошо. Кого они дурят? То есть люди очень трезво подходят. И они четко, у них математика очень простая. То есть получил в прошлом году пенсию какую-то икс, пошел в магазин, если за эту пенсию купил 10 буханных хлеба, это одно, а в этом году идет с той же, может быть, даже и другой пенсии, чуть больше. Но идет магазин, но цены на продукты питания выросли намного быстрее, чем их индексация пенсии, покупают не 10, а 5 буханных хлеба, то, конечно, математика хорошая. Все правительства, я не буду говорить вы, начиная от чубуха 1, чубуха 2 и так далее, а друга будем считать, 20 лет я слышу, будет лучше, потерпите, будет лучше. Я слышу, зрители наши это слышат. Вопрос простой. Ориентируясь на опыт Запада, почему-то нам дают дозированно то, что делает Запад, а Запад имеет очень много положительных мер, особенно в социальной сфере, упускает маленький момент, опускает маленький момент. Именно то, что нужно содержать тех, кто отдал, как налогоплательщик, и своей жизни большую частью все, что создано в этой республике Молдова. Вот как получаются. Ветераны войны, я прикоснусь к ним. Смехотворное сейчас, смехотворное. Отменили все льготы, какую-то компенсацию 50 лей дали. Почитайте, в долларах это меньше 5 долларов, намного меньше, по-моему, там получается 4, да? 4 доллара. Вопрос. Вот у нас нет денег. А вот в Америке, в Америке, стоп. Ветераны войны, Великой Отечественной. Всех войн. Всех войн, которые есть, это обязательный социальный пакет. Это бесплатное содержание в военных госпиталях. Это муниципальное жилье, это талоны на питание. Ну, кто там уже неправильный, там, спился или так далее, так далее. Но они его содержат весь этот период. Весь пакет составляет в год, послушайте меня, 120 тысяч долларов на каждого ветерана. Если брать не прямые деньги, а костные. Это нормальная забота о человеке. О своем гражданине. Но когда ветеранов войны, да, и труда, говорят им то, что на Западе мы по технологиям западные, пожалуйста, сделайте как на Западе. Я понимаю, что брать-то деньги нет, чтобы содержать это. Но дурить людей тоже не надо. А зачем? А я спрашиваю вас. И 20 лет, 20 лет слышим одно и то же. Завтра будет лучше, чем сегодня, будет лучше, чем вчера. Я хочу вам сказать, если вы проанализировали даже тот период, в котором я работал в правительстве, то мы создали неплохую систему. Ну, правда, палочки-выручалочка не было. Да и нет сейчас. Я когда стал премьером, вы же знаете, давали пенсии и зарплаты в галошах там и так далее. И все это мы сделали. Что, правда, после этого многие политические партии сказали, что они сделали. Но это делало правительство. Естественно, те, которые работали 25 из 24 часов в сутки в правительстве. Мы не ходили с ножницами в кармане и резали ленточки. Мы работали. Но создали систему, более-менее гарантирующую определенную стабильность жизни, в том числе пенсионерам и ветеранам. В том числе и получение пенсии, и по инвалидности, и стипендии, и обучение. Смотри, что сегодня творится с этими оплатами. Не сделали и студентов сделали, не просто студентов, молодых специалистов, а сделали клиентов. И когда я услышал один из ректоров одного вуза, чтобы вы знали, что студенты для нас не студенты, это клиенты. Мне даже стыдно было слышать этого дела. Это у нас не было. Но хочу обратиться к нашим телезрителям. В нашей программе, программе нашей партии, партии Возрождения, которую мы ее создали, мы предусматривали в нашей программе вернуть все льготы нашим участникам войн, имеется в виду участникам Великой Отечественной войны. Сколько их осталось в первую очередь? К большому сожалению. Их очень мало. И за один день все меньше и меньше. Самый молодой участник Великой Отечественной войны, ему не менее 80 лет. Не менее 80 лет. Самый молодой. Самый молодой, да. Участниками других войн, Афганистана и так далее. Вот я касаюсь Афганистана. Каждый год в Союзе ветеранов войны в Афганистане из-за социальных условий жизни, из невозможности получения достойного медицинского обслуживания умирает, послушайте, не менее 12 человек. Из тех, которые были, 10-12 тысяч. Вы правы, но вы знаете, сколько они умирают. Быстрее уходят, чем... И вы знаете, сколько еще больше умирает, в том числе участники ликвидации Чернобыльской аварии. И никто о них не заботится. О них забыли. Почему не дать им льготы просто-напросто? Бесплатно поездки или 50% от стоимости? Вроде бы дают. Что идет? По билету, по кассу. Это стыдно. Просто-напросто стыдно, понимаете? И все они недовольны в этом. А что творится с священнослужителями? Священнослужители... Вот я недавно был в Калараше и встречался с одним пожилым человеком. Ему 84 года. Он всю жизнь отслужил в церкви. Для кого? Для нас с вами. То есть для граждан страны. И попал в аварии. Он сейчас инвалид. И получает 7 лей пенсии. Говорят ему, ты не работал на государство, ты не платил налоги, и ты не имеешь пенсию. Не имеешь права. Кто так делает? Я считаю, что священнослужители это наши граждане, граждане нашего народа. Ввиду того, что страна православная, то есть более 90% православных, христианин в нашем государстве, они занимаются воспитанием, правильным воспитанием молодого поколения. Они... Но 7 лет вы меня удивили. По-моему, минимум даже. Человек просидел, допустим, почти всю жизнь в тюрьме, он выходит, он имеет большее содержание. Я за сколько купил, за сколько продал. Я ничего не добавил. В сумасе. То есть ты... Ну, стыдно. Я считаю, что священнослужители, уходя на пенсии, они должны получить... Хотя бы тот минимум, который есть. Не то, что минимум. Они меньше средней пенсии по государству. Они активные люди, они выполняют очень большую работу воспитательную для нас. Я вам скажу так, что я не хочу всую упоминать Бога и представителей Его здесь на земле по одной большой причине. Это мнение, на фоне тех скандалов, которые существуют сейчас. Выступление одного и второго и сегодняшнего решения Синода. Я не хочу вмешивать в церковь. Давайте... Я не клятому сказал. Нет, я к чему говорю. Подумают, что я ангажирован. Я не хочу быть ангажированным. Не хочу стоять на чьей-то стороне. Я вам задаю те вопросы, которые вы знаете, в первую очередь. Социальные. Я единственное, с вами согласен, любой гражданин имеет право получить свою долю с дохода государства. Естественно. Каждый свою долю. Безусловно. Потому что ветераны труда, которые создали эту республику, не их вина, что было все разрушено. Допустим, производство, сельское хозяйство. Или кто-то занимался прихватизацией и разрушением. Вы понимаете, в чем дело? Надоело слушать обвинения с утра до вечера. И вот мои зрители скажут, что они, наверное, со мной согласны. Обвиняет правая сторона левую, левая правую. Бог-то мой. Мы все жители республики Молдова. Естественно. Наша позиция, я прошу прощения, но наша позиция, наша команда, нашей партии, которую мы создали, построить социальное государство. То есть, каждый чиновник, каждый государственный, так сказать, ангажированный человек, он должен каждый день думать, что он сделал для народа, но не для своего кармана. Он должен знать, что он на службе народу, то есть гражданам нашего государства. Второе, мы не хотим заниматься критикой в адрес кого-то. Мы просто говорим, люди добрые, мы знаем не просто, что делать, но мы знаем, как делать и с чем это надо делать. И я уверен, что мы дадим лучшее, так сказать, будущее для наших граждан, чем кто-то пытается их просто-напросто загнать и укроп. В заключении нашей программы я скажу так, может быть, печальные слова, но мы живем в надежде. Всегда вспоминаем Бога. Но, как сказал господин Тарли, на Бога надейся, но и сам не плашай, и насказательно, конечно. Вот, дорогие мои, у нас в гостях был все-таки бывший премьер-министр Республики Молдова, который проработал в этой должности 8 лет, лет без месяца. Что вы хотите сказать телезрителям на прощание? Я хотел, во-первых, поблагодарить вас за приглашение, за возможности с вами пообщаться, естественно, передать то, что мы думаем, то, что мы делаем нашим гражданам, нашим телезрителям, и поблагодарить им за понимание, за поддержку, и хочу сказать, дорогие друзья, не надо быть безразличным, приходите, давайте объединимся, просто плюнуть, разочаровываться и уходить с нашего государства, это легче всего. Понимаю, что вам тяжело, но вместе с вами, вместе с нами будет легче и лучше. Дай Бог, чтобы мы воплотили вместе с вами в жизни те проекты, те программы, которые мы намерены. Убедитесь, что мы не просто говорим, а делаем. Спасибо. До следующего эфира. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова